Сегодня гость в нашей студии, кандидат губернатора Владимирской области, лидер Владимирского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Александр Филиппов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, члены вашей партии единогласно проголосовали за выдвижение вас в качестве кандидата на должность губернатора Владимирской области. Вы уверены, что оправдаете их доверие? Я думаю, они осознанно понимают, куда я иду. И то их решение, и та поддержка, которая мне сегодня авансом оказана, она должна будет реализована так же, как я реализовывал все предыдущие годы, будучи ихним руководителем. Сегодня вы подали документы в избирательную комиссию и стали восьмым зарегистрированным кандидатом на пост главы региона. Скажите, по вашему мнению, все ли они действительно хотят занять это кресло? Это, наверное, правильнее будет спросить у этих самих кандидатов. По вашей оценке. По моему собственному мнению, во-первых, я многих из них вообще не знаю, что это за партии, и как они вообще и что из себя представляют сами как кандидаты. Я думаю, если такая скороспешность была принята по поводу их регистрации, ну, я думаю, что это не без ведома основной партии это все происходит. Как вы оцените перспективы преодоления муниципального фильтра? Я обратился непосредственно к каждому депутату. Это де-факт. И спасибо тем депутатам, которые не испугались того натиска, который на них происходит со стороны разных сил в отношении поддержки тех или иных кандидатов, за которые им просят, чтобы они отдали свои голоса. Я больше чем уверен, что мы добьемся того результата, и все-таки нас зарегистрируют, и мы полноценно проведем свою избирательную кампанию. Вот какие болевые точки вы видите сейчас на карте области? Что бы вы изменили? Это не секрет, что, я не знаю, тут одной руки хватит пересчитать прибыльные предприятия, которые находятся в собственности у муниципальных органов самоуправления или у области, чтобы они были прибыльными, эффективными. Достаточно тяжело, наверное, понять любому предпринимателям, здравому, мелкому, среднему, крупному бизнесу, зачем заниматься той сферой деятельности, если она изначально убыточная. Я не говорю о социальных вопросах. Я говорю именно о том, что область не должна жить по принципу выпросить денег, чтобы нам простили какие-то кредиты, и освоить. Для меня слово «освоить» – это вообще синоним воровства. Деньги должны всегда вкладываться. Вкладывать их может только тот человек, который понимает, куда их вкладывать. Когда мы понимаем проекты, куда мы их вкладываем, не для того, чтобы залатать дыры, которые завтра нам не дадут никакого эффекта, хотя это может быть и необходимо, но и должны быть те целевые программы, которые позволяли бы нам вкладывать деньги и получать от них результат в виде доходов, которыми можно было бы рассчитывать за те кредиты, когда можно было бы их брать для того, чтобы на самом деле развивать ту же инфраструктуру. Все-таки вы сейчас говорите больше про предпринимателей и бизнес, а что касается просто обычных людей, которых больше волнует проблема доступного здравоохранения или того, чтобы хотя бы у них крыша не текла. Можно ли решить их проблемы? Я считаю, у государства должна быть, знаете, некий минимальный набор услуг, который просто-напросто, он не должен ни в коей степени переходить в понятие коммерческих каких-то цифр. Это, к примеру, фельдшерские пункты, да, это образование на селе и в малых городах, да, те же поликлиники роддома. Вы сами слышали, что в Вязниках закрылся роддом, и у нас это ни село, ни город, ни маленькая деревня. Да, это, по сути, один из крупных городов Владимирской области. Или перевозят рожениц рожать непосредственно в Ковров или во Владимир. То есть, я думаю, это просто, ну, недопустимо. Я езжу по региону, по району, и постоянно сталкиваюсь с тем, что людей в большей степени заботят, что уверенность в завтрашнем дне. То есть, это уверенность в заработной плате, да, возможность профессионального роста. Сегодня у них это ограничено. Почему? Потому что некуда податься. В некоторых СМИ, в особенности в интернете, есть информация о том, что вы являетесь зятем нашего бывшего губернатора. Так ли это? Есть ли у вас родственные связи? Знаете, если бы были хоть какой-то степени родственные связи, наверняка мне бы данный родственник помог зайти на этот престол без тех проблем, с которыми мне сегодня приходится сталкиваться. Что же касаемо моего тестя, то он сегодня работает на железной дороге в городе Коврове обычным обходчиком железнодорожных путей. И раз уж мы затронули тему родства, расскажите немного о своей семье. Нам с супругой буквально неделю назад исполнилось 15 лет совместной жизни. Я себя чувствую достаточно счастливым семьянином. У меня четверо детей. И я бы хотел, чтобы наша Владимирская область осталась и для них тоже домом. И мои дети способны были бы себя реализовать на своей земле, так же, как я это пытаюсь сделать сегодня. Спасибо, Александр Сергеевич. И я напомню, только что мы обеседовали с кандидатом в губернатор и лидером Владимирского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Александром Филипповым.